Мальчик Нильс Мальчик Нильс Мальчик Нильс Нильс невольно оказывается на его спине и вместе с ним поднимается высоко в небо. Интересно, что же произойдет с ним дальше? Устраивайся поудобнее, сказка начинается! Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Повесть, сказка. Глава вторая. Верхом на гуси. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Никогда Нильс не думал, что гуси такие скользкие. Обеими руками он вцепился в гусиные перья, весь съежился, вобрал голову в плечи и даже зажмурил глаза. А вокруг выл и гудел ветер, словно хотел оторвать Нильса от Мартина и сбросить вниз. Сейчас упаду, вот сейчас упаду, шептал Нильс. Но прошло десять минут, двадцать, а он не падал. Наконец он расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака. А далеко-далеко внизу темнела земля. Она была совсем не похожа на землю. Казалось, что кто-то расстелил под ними огромный клетчатый платок. Каких только клеток тут не было! Одни клетки чёрные, другие – желтовато-серые, третьи – светло-зелёные. Чёрные клетки – это только что вспаханная земля. Зелёные клетки – осенние всходы, перезимовавшие под снегом. А желтовато-серые квадратики – это прошлогодняя жнива, по которому ещё не прошёл плуг крестьянина. Вот клетки по краям тёмные, а в середине зелёные. Это сады. Деревья там стоят совсем голые, но лужайки уже покрылись первой травой. А вот коричневые клетки с жёлтой каймой – это лес. Он ещё не успел одеться зеленью, а молодые буки на опушке желтеют старыми сухими листьями. Сначала Нильсу было даже весело разглядывать это разноцветие, но чем дальше летели гуси, тем тревожнее становилось у него на душе. «Чего доброго? Они и в самом деле занесут меня в Лапландию!» – подумал он. «Мартин! Мартин!» – крикнул он гусю. «Поворачивай домой! Хватит! Налетались!» Но Мартин ничего не ответил. Тогда Нильс изо всей силы пришпорил его своими деревянными башмачками. Мартин чуть-чуть повернул голову и прошипел. «Слушай ты! Сиди смирно, а не то сброшу тебя!» Пришлось сидеть смирно. Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал. «И откуда у него такая прыть?» – удивлялся Нильс. Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. Теперь-то всякий бы увидел, что летает он без году один день. То вдруг отстанет, то вырвется вперед, то будто провалится в яму, то словно подскочит вверх. И дикие гуси увидели это. «Ак-кеб-ны-кайсе! Ак-кеб-ны-кайсе!» – закричали они. «Что вам от меня нужно?» – спросила гусыня, летевшая впереди всех. «Белый отстает! Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно!» – крикнула гусыня, даже не обернувшись. Мартин пытался сильнее и чаще взмахивать крыльями, но усталые крылья оттяжелели и тянули его вниз. «Ак-кеб-ны-кайсе!» – опять закричали гуси. «Что вам нужно?» – отозвалась старая гусыня. «Белый не может лететь так высоко!» «Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко!» – ответила Ака. «Бедный Мартин напряг последние силы, но крылья у него совсем ослабели и едва держали его. Ака-кеб-ны-кайсе! Ака! Белый падает!» «Кто не может летать, как мы? Пусть сидит дома! Скажите это белому!» – крикнула Ака, не замедляя полета. «И верно! Лучше бы нам сидеть дома!» – прошептал Нелес и погребче уцепился за шею Мартина. Мартин падал, как подстреленный. Счастье еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветка. Мартин зацепился за верхушку дерева и повис среди веток. Так они и висели. Крылья у Мартина обмякли, шея болталась, как тряпка. Он громко дышал, широко разевая клюв. Точно хотел захватить побольше воздуха. Нильсу стало жалко Мартина. Он даже попробовал его утешить. «Мартин! Милый Мартин!» – сказал Нильс ласково. «Не печалься, что они тебя бросили. Ну, посуди сам, куда тебе с ними тягаться? Давай лучше вернемся домой!» Мартин и сам понимал, надо бы вернуться. Но ему так хотелось доказать всему свету, что и домашние гуси кое-чего стоят. А тут еще этот противный мальчишка со своими утешениями. Если бы он не сидел у него на шее, Мартин, может, и долетел бы до Лапландии. Со злости у Мартина сразу прибавилось силы. Он замахал крыльями с такой яростью, что сразу поднялся чуть не до самых облаков и скоро догнал стаю. На его счастье начало смелкаться. На землю легли черные тени. С озера, над которым летели дикие гуси, пополз туман. Стая Аггельной Кайса спустилась на ночевку. Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу полезли в воду. На берегу остались гусь Мартин и Нильс. Как с ледяной горки Нильс ехал со скользкой спины Мартина. Наконец-то он на земле. Нильс расправил затекшие руки и ноги и поглядел по сторонам. Здесь зима отступала медленно. Все озеро было еще подо льдом, и только у берегов выступила вода, темная и блестящая. К самому озеру черной стеной подходили высокие ели. Всюду снег уже растаял, но здесь, у горявых разросшихся корней, снег все еще лежал плотным толстым слоем, как будто эти могучие ели силой удерживали возле себя зиму. Солнце уже совсем спряталось. Из темной глубины леса слышалось какое-то потрескивание и шуршание. Нильсу стало не по себе. Как далеко они залетели! Теперь, если Мартин даже захочет вернуться, им все равно не найти дороги домой. А все-таки Мартин молодец! Да что же это с ним? «Мартин! Мартин!» Позвал Нильс. Мартин не отвечал. Он лежал, как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею. Глаза его были подернуты мутной пленкой. Нильс испугался. «Милый Мартин!» Сказал он, наклонившись над гусем. «Выпей глоток воды, увидишь, тебе сразу станет легче!» Но гусь даже не шевельнулся. Нильс похолодел от страха. «Неужели Мартин умрет?» Ведь у Нильса не было теперь ни одной близкой души, кроме этого гуся. «Мартин!» «Мартин!» «Ну же, Мартин!» Тормошил его Нильс. Гусь словно не слышал его. Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде. Это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу. А Нильса сейчас едва от земли видно. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студеную воду. Сначала Мартин лежал неподвижно. Но вот он открыл глаза. Глотнул разок, другой, и с трудом встал на лапы. С минуты он постоял, шатаясь из стороны в сторону, потом по самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. То и дело он погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли. «Ему-то хорошо!» – с завистью подумал Нильс. «А ведь я тоже с утра ничего не ел!» В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький красноглазый карасик. Гусь положил рыбу перед Нильсом и сказал. «Дома мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя!» Нильс чуть не бросился обнимать Мартина. Правда, он никогда еще не пробовал сырой рыбы. «Да что поделаешь! Надо привыкать! Другого ужина не получишь!» Он порылся в карманах, разыскивая свой складной ножичек. Ножичек, как всегда, лежал с правой стороны, только стал не больше булавки. Впрочем, как раз по карману. Нильс раскрыл ножичек и принялся потрошить рыбу. Вдруг послышался какой-то шум и плеск. На берег отряхиваясь, вышли дикие гуси. «Смотри, не проболтайся, что ты человек!» Шепнул Нильсу Мартин и выступил вперед, почтительно приветствуя стай. Теперь можно было хорошенько рассмотреть всю компанию. Надо признаться, что красотой они не блистали, эти дикие гуси. И ростом не вышли, и нарядом не могли похвастать. Все, как на подбор серые, точно пылью покрытые. Хоть бы у кого-нибудь одно белое перышко. А ходят-то как, припрыжку в прискочку, вступают куда попало, не глядя под ноги. Мартин от удивления даже развел крыльями. Разве так ходят порядочные гуси? Ходить надо медленно, ступать на всю лапу, голову держать высоко. А эти ковыляют точно хромые. Впереди всех выступала старая-престарая гусыня. Ну уж, это была и красавица. Шея тощая, из-под перьев кости торчат, а крылья точно кто-то обгрыз. Зато ее желтые глаза сверкали, как два горящих уголька. Все гуси почтительно смотрели на нее, не смея заговорить, пока гусыня первая не скажет свое слово. Это была Ака Кибныкайса, предводительница стай. Сто раз уже водила она гусей на север и сто раз возвращалась с ними с севера на юг. Каждый кустик, каждый островок на озере, каждую полянку в лесу знала Ака Кибныкайса. Никто не умел выбрать место для ночлежки лучше, чем Ака Кибныкайса. Никто не умел лучше, чем она, укрыться от хитрых врагов, подстерегавших гусей в пути. Ака долго разглядывала Мартина от кончика клюва до кончика хвоста и, наконец, сказала. Наша стая не может принимать к себе первых встречных. Все, кого ты видишь перед собой, принадлежат к лучшим гусиным семействам. А ты даже летать как следует не умеешь. Что ты за гусь? Какого рода и племени? Моя история не длинная, грустно сказал Мартин. Я родился в прошлом году в местечке Сванекольм, а осенью меня продали Хольгеру Нильсону в соседнюю деревню Вестменхюк. Там я и жил до сегодняшнего дня. Как ты набрался храбрости лететь с нами? Спросила Ака Гимны Кайса. Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам, диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны, ответил Мартин. На что же вы, домашние гуси, способны? Снова спросила Ака Гимны Кайса. Как ты летаешь, мы уже видели, но, может быть, ты отличный пловец? И этим я не могу похвастать, печально сказал Мартин. Мне доводилось плавать только в пруду за деревней. Но, по правде говоря, этот пруд разве что немного побольше самой большой лужи. Ну, тогда ты верно, мастер, прыгать? Прыгать? Ни один уважающий себя домашний гусь не позволит себе прыгать, сказал Мартин. И вдруг спохватился. Он вспомнил, как смешно подпрыгивают дикие гуси, и понял, что сказал лишнее. Теперь Мартин был уверен, что Ака Гимны Кайса сейчас же прогонит его из своей стай. Но Ака Гимны Кайса сказала. Мне нравится, что ты говоришь так смело. Кто смел, тот будет верным товарищем. Ну, а научиться тому, чего не умеешь, никогда не поздно. Если хочешь, оставайся с нами. Очень хочу, ответил Мартин. Вдруг Ака Гимны Кайса заметила Нильса. А это кто еще с тобой? Таких, как он, я никогда не видала. Мартин замялся на минуту. Это мой товарищ, неуверенно сказал он. Тут Нильс выступил вперед и решительно заявил. Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец Хольгер Нильсон, крестьянин. И до сегодняшнего дня я был человеком. Но сегодня утром кончить ему не удалось. Едва он произнес слово «Человек». Гуси попятились и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями. «Человеку не место среди гусей», сказала старая гусыня. «Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю». Теперь уже Мартин не выдержал и вмешался. «Но ведь его и человеком-то не назовешь. Смотрите, какой он маленький. Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему остаться хотя бы на одну ночь». Ака испытывала еще посмотрела на Нильса, потом на Мартина и, наконец, сказала, «Наши деды, прадеды и прапрапрадеды завещали нам никогда не доверять человеку, будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него, так уж и быть. сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера, а завтра утром он должен покинуть нас». С этими словами она поднялась в воздух, за нею полетела вся стая. «Послушай, Мартин», робко спросил Нильс, «ты что же останешься с ними?» «Ну, конечно,» с гордостью сказал Мартин, «не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь лететь в стаи Акакимны Кайса. «А как же я?» опять спросил Нильс. «Мне ни за что одному не добраться домой. Я и сейчас в траве заблужусь, не то что в этом лесу». «Домой тебя относить мне некогда, сам понимаешь», сказал Мартин. «Но вот, что я могу тебе предложить. летим вместе со всеми, посмотрим, что это за лапландия такая, а потом и домой вернемся. Аку я уж как-нибудь уговорю, а не уговорю, так обману. Ты теперь маленький, спрятать тебя нетрудно, но довольно разговаривать. Собери-ка поскорее сухой травы, да побольше». Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его забор от рубашки и перенес на большую льдину. «Дикие гуси уже спали», подвернув головы под крылья. «Разложи траву», скомандовал Мартин, «а то без подстилки у меня чего доброго лапы ко льду примерзнут». Подстилка хоть и получилась жидковатая, много Лениль смог травы унести, но все-таки лед кое-как прикрывало. Мартин встал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сумел к себе под крыло. «Спокойной ночи!» сказал Мартин и покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился. «Спокойной ночи!» сказал Нильс, зарывший с головой мягкий и теплый гусиный пух. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова